Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, коллеги! Мы рады вас приветствовать! Я Брюховецкий Андрей Степанович, генеральный директор клиники Нейровита, доктор медицинских наук, профессор. Хочу сегодня повести свой разговор с вами о проблемах старения, антистарения и активного долголетия. Ну, неудивительно, что профессор неврологии вдруг решил заняться долголетием, но просто пришел возраст, и мы начинаем активно говорить о этом, потому что это нас занимает, потому что для нас это важно, и мы пытаемся ответить на вопросы, а можно ли что-то сделать реально. До настоящего времени старение рассматривалось как неизбежность, то есть вот определенный век человеку, и прожить больше он не сможет. И это поддерживала религия, это поддерживало государство, и весь аппарат общества был направлен на то, чтобы человека смирить с этой мыслью, что, ну, да, живем недолго, должны уступить время следующим поколениям и прочее. Но мы не будем говорить о социальных аспектах этого вопроса. Мы попытаемся поговорить о биологии старения и что вообще можно сделать сегодня, чтобы хоть как-то профилактировать старение, чтобы хоть как-то продлить жизнь человека, активное долголетие. Мы обратили внимание, что последние годы очень часто в литературе, в специализированной литературе, ученые стали говорить, что старение это не генетически определенная, генетически заложенная программа, которая неизбежна. Стали говорить, что старение это болезнь, которую можно профилактировать и которую можно лечить. Но никто никогда не говорил, как, что за болезнь, болезнь чего. Он говорит, болезнь всего организма, организм стареет весь, изнашиваются органы и ткани, какие-то больше, какие-то меньше. Но ответа долго для себя мы не могли найти. Мы изучили огромное количество литературы, мы смотрели огромные работы по долголетию. И для себя ответа не нашли до тех пор, пока не начали очень серьезно изучать собственные стволовые клетки человека. Сегодня существует концепция, что старение это уменьшение и изнашивание собственных стволовых клеток. Казалось бы, стволовые клетки организма человека это открытие последних 30-50 лет, которое перевернуло все представления ученых о том, как устроена наша жизнь, биология. И что она может дать для человека. Но изучая протеомику этих тканей, то есть белковую структуру, изучая геном этих стволовых клеток, мы увидели одну интересную вещь. Что большинство болезней цивилизации и сам процесс старения на самом деле очень тесно связаны с повреждением гемопоэтических стволовых клеток. То есть это кровотворные клетки, это родоначальники всех миллиардов клеток крови, миллиардов клеток иммунной системы. И вся система кровотворения, она завязана на вот эти вот собственно гемопоэтические клетки. Изучая их и понимая, что с ними происходит, мы обратили одну важную вещь. Что в результате старения и в результате большинства болезней, да, возникают какие-то точечные мутации. То есть нет генетического повреждения и нет генетической программы, которая бы привела к повреждению генома. Человек погибает с абсолютно сохранным геномом. Ну отдельные точечные мутации какие-то есть. Главная проблема в эпигенетических изменениях, то есть рядом с геномом, который происходит, а это в первую очередь повреждение белкового состава, РНК состава этих клеток. Еще раз, не всех клеток, а вот этих регуляторных главных клеток организма, которые определяют основные аспекты надзора и контроля за органами и системами. И мы увидели потрясающую вещь, что в результате старения с возрастом до 25 лет этот процесс практически у здорового человека никак не работает. В 25, у кого-то 30 лет. То есть пока человек растет, пока процессы роста у него идут, то есть никаких изменений нет. Ребенок падает, бьется, но его стволовые клетки обеспечивают блестящий контроль и надзор за органами и тканями. И все, что происходит в тканях, все ими контролируется. В 25 или 30, у кого-то в 35 лет, когда заканчивается рост, и организм человека переходит от внутриутробного вилочкового кровоснабжения на кровотворное, на костно-мозговое кровотворение, и, собственно, начинается процесс старения. Количество клеток начинается прогрессивно уменьшаться. Уже к 40 годам их количество становится на треть меньше, к 50-60 годам их становится 50%, к 60-70 годам количество их уменьшается до 30%, к 80 годам их становится 5-10%. И человек умирает не от болезней каких-то там невероятных, а он умирает от того, что его организм не способен организовать иммунный ответ. Мы очень заинтересовались этой ситуацией и стали просматривать эти клетки и увидели постгеномные изменения этих клеток. Стало очевидно, что есть самый ранний маркер, и вот эти гемопоэтические клетки и их белки, даже по поверхности этих клеток мы можем сказать, есть у человека рак или нет, есть у человека нейрогенеративное заболевание или нет, есть у человека аутоиммунное заболевание или нет, или есть предрасположенность к нему, хотя нет еще клинических признаков болезни. И мы увидели, что в процессе старения эти постгеномные изменения нарастают, как снежный ком. И в результате этого часть клеток погибает. Мы рождаемся, и у нас есть 20 тысяч гемопоэтических клеток. Клетка бессмертна, она может жить самое долгое время. Это управляющая клетка нашего организма. У нее клеточный цикл самый большой в организме, он один год. То есть 20 тысяч клеток нам бы вполне хватило прожить тысячу лет. Но мы живем очень мало, часть этих клеток погибает. И вот здесь возник вопрос, а что если взять и забрать часть этих клеток и вывести из процесса гибели их? Просто заморозить их. И технологии сегодня это позволяют. Мы сделали этот эксперимент на животных, на мышах. Взяли мышей, которые 50% уже должны были погибнуть по времени их жизни этой линии животных. И стали вводить им в костный мозг молодых животных этой же линии. Тут тот же самый, только молодой. Все животные, оставшиеся 50%, прожили на 28-29% больше, чем животные, которые не получали этот костный мозг. Мы показали, что если изъять костный мозг из кроветворения, заморозить его и не дать ему стареть вместе с организмом, то мы можем реально продлить время жизни этого человека, не придумывая каких-то новых невероятных вещей. То есть мы готовы сегодня использовать технологии, которые сегодня существуют для того, чтобы вывести часть страдающего костного мозга из процесса старения и ввести его в организм человека, когда собственный дефицит клеток из процесса старения у него увеличился. Что очень важно, собрав эти клетки заранее, мы четко понимаем, вы можете использовать их для омоложения своих кожи. И у нас есть пациенты, которые используют собственные стволовые клетки, вводя их в кожу лица, и они прекрасно выглядят. У нас есть люди, которые используют свои клетки, если, не дай бог, у них развивается онкологическое заболевание. Делается трансплантация костного мозга этими клетками, и человек выходит из рака. Это единственная технология, которая позволяет сегодня сохранить человеку жизнь. В 90% случаев технология трансплантации костного мозга позволяет справиться с раком у детей. Аналогичная ситуация могла быть с раком у взрослых. Если бы мы заранее собрали свои собственные клетки, не поврежденные в процессе жизни и воздействии на нас различных факторов неблагоприятной окружающей среды. И тогда мы сказали себе, но это же решение проблемы. Да, это дорого. То есть это стоит, ну, практически поддержанная иномарка. В пределах 300-400 тысяч рублей собрать свой костный мозг, сделать обследование, посмотреть. Но это же шанс сохранить свой костный мозг. Положите его в банк костного мозга, и вы будете спасены. Любое облучение вас приведет к тому, что вы ведете себе эти клетки, и вы будете жить дальше. У вас развилось нейрогенеративное заболевание. Мы сегодня опубликовали патент, что 2 трети нейрогенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, боковой амитрофический склероз, системной корковой атрофии, это не болезни нейронов. Это не причина, это следствие. Причиной этих болезней являются гемопоэтические стволовые клетки. И мы абсолютно убеждены, что трансплантация этих клеток больным с этими заболеваниями позволит остановить и перезапустить иммунную систему. И те миллиарды агрессивных клеток, которые повреждают кору головного мозга при болезни Альцгеймера, они перестанут ее атаковать, потому что восстановится баланс в иммунной системе. Аналогичная ситуация может быть с больными с сахарными диабетами, например, врожденного типа, где собранные клетки в молодом возрасте у больного, негенетического, позволят восстановить ему нормальное кроветворение и уйти от болезни. Мы сегодня понимаем, что вот эти почти все болезни цивилизации будут лечиться трансфузией этих собственных клеток. Мы понимаем и другую вещь, что это практически биологическая страховка. Поэтому, если вы сегодня, вам 20-30 лет, вы молодой, красивый, энергичный, соберите свои клетки. Ваш организм восстановит их в течение месяца. Через месяц у вас будут те же 20 тысяч здоровых активных стволовых клеток. Для вашего организма это ничего не стоит. Весь опыт по сбору трансплантатов костного мозга показал, что это абсолютно безболезненно, что это абсолютно нормально и никаких повреждений этого нет. Тысячи сборов донора костного мозга показали, что для человека это будет ваш костный мозг. Это будет ваша биологическая страховка, которую вы оставили для себя. Более того, мы сегодня показали, что используя близкородственный костный мозг здорового человека, он может лечить близкородственные заболевания. Например, применение близкородственных гемопоэтических стволовых клеток при той же глиобластоме позволяет остановить процесс развития опухоли на какой-то определенный период. И мы показали, что именно аллогенные клетки, чужеродные клетки, которые мы можем ввести в организм больного с опухолями мозга, метастатического характера еще, способен остановить процесс. Мы показали, что мозг одноразовый и однажды родившийся, имея 100 миллиардов нейронов, имея маленький-маленький мозг, как у новорожденного, он вырастает, но количество нейронов не увеличивается. Но если мы будем использовать донорские нейроны близких родственников, то восстановление поврежденного мозга может быть великолепным. И это совсем другая система. Зачем нам вводить церебролизины, то есть высушенный мозг коры животных или мозга людей, когда мы можем использовать клетки близкого родственника? Если вы дали ребенка своему жизнь, то ваш ребенок может дать жизнь вашему мозгу дальше, восстановить ваши интеллектуальные функции. Мы показали это на тяжелых сосудистых больных, на больных с сосудистой деменцией, на больных с болезнью Альцгеймера. Это можно делать, это инструмент, это биологический ресурс. Поэтому сегодня мы способны собрать у вас ваш костный мозг. Мы говорим, до 60 лет каждый человек может собрать свой костный мозг и хранить его в банке костного мозга. Этот костный мозг он может использовать по своему назначению, если у него болезнь, или в конце жизни вести себе, чтобы продлить свою жизнь на 10, 15, 20 лет. И мы говорим, у нас есть оборудование, у нас есть возможность, у нас есть лицензия на сбор этих клеток, у нас есть технологии, у нас самое главное есть специалисты, которые занимались этим сбором клеток последние 30 лет. Мы готовы это сделать для вас. Приходите, и мы вам поможем. Если у вас есть вопросы, задайте их нам, мы с удовольствием ответим на все вопросы. Если вам интересно, мы расскажем детали, мы покажем пациентов, мы покажем наши уникальные случаи. Благодарю за внимание.